Журналист Дмитрий Багаев уже не первый год занимается проблемой специализированных медучреждений. Его успехи в изучении условий, в которых содержат больных, по достоинству оценили руководители одной из таких спецлечебниц – Великорыбальского психоневрологического диспансера, в котором содержится несколько сот женщин. Директор, когда мы приехали, когда мы показывали все ужасы, которые там происходят, он обзвонил всех родственников подопечных и принудительно в порядке, он сказал им, что иначе ваши родственники отправятся к вам обратно домой. Заставил их звонить, мне по телефону ночью, утром, днем угрожать и так дальше. У правозащитников, которые следят за ситуацией в Великорыбальском диспансере, профильным чиновникам одна просьба – нужно сменить руководство учреждения, которое не один год обогащается за счет подопечных. Пенсии забираются, одевают пациентов как бомжей, а кормят хуже свиней. При том, что деньги выделяются из госбюджета на такие интернаты немалые. Плюс в распоряжении имеются гектары земли. Ну и, конечно же, отношения к людям, как к скоту, потому что вопрос наказания их, вопрос их унижения, вопрос их какого-то, допустим, выстраивания отношений, ну он такой, как бы никто себя особо не утруждает. Просто как удобно так с ними и поступить. Если надо успокоить подопечного, могут просто побить. Если он, допустим, на это не реагирует, могут добавить лекарства, какие-то типа аминозина или еще что-то там, галлоперидол, и плюс усугубить это там камерой-одиночкой. Всего в области десяток подобных учреждений и комиссия в составе департаментов соцзащиты и здравоохранения уже побывала в некоторых из них. Первое впечатление, говорят в обл. администрации, специализированные диспансеры в области выглядят так, как не должны выглядеть учреждения для спасения несчастных людей. У нас вот какой-то страшный гибрид, вся эта система, такой вот советской, такой вот карательной психиатрии, плюс такой вот постсоветской, вот такой вот коррумпированной, еще какой-то такой непонятной, вот безалаберной системы. И все это приводит к колоссальному валу проблем, которые есть. Мы понимаем, во-первых, что в области мы ограничены так или иначе, мы действуем в законодательном поле нашего государства, и даже самые лучшие инициативы, если они будут выходить за рамки вот этого законодательного поля, они останутся только инициативами. На встрече организованной обл. госадминистрации нашлось место не только правозащитникам и волонтерам, помогающим лечебницам. Дискуссия была бы неполной и без самих врачей. Я буду жить, а потому что их опекуны не забирают, а мы врачи. А почему же вы в суд не подаете, если они к ним не являются? Мы в суд не имеем права подать. Мы подаем заявление, я лично этим занимаюсь, по нашему центру психического здоровья, я веду переписку с органом опеки каждые полгода. Выслушав аргументы всех сторон, руководство области озвучило первый шаг в решении проблемы специализированных интернатов. Нужно отказаться от практики укропнения таких объектов. Чем больше лечебница, тем меньше ее руководство знает о состоянии подопечных. Но создание вот такой вот эффективной вот этой вот сети, оптимизация в каком-то смысле, декластеризация, я бы так это сказал, потому что у нас очень крупные эти центры. И естественно, что они вот отсюда тянется большая часть их проблем. Ну, например, это вот и использование пациентов этих заведений, там, ну, скажем так, некорректная их труда. Это и использование их пенсионных накоплений, это неэффективное использование огромных массивов земли, которые вокруг этих заведений у нас находятся. Уже на следующей неделе специалисты из департамента соцзащиты продолжат инспектировать специализированные медучреждения. На очереди – север области. Виталий Хеми, Андрей Нелубов, телеканал «Репортер».